Бундеслига Сегодня мы смотрим немецкий футбол, разобраться в котором вам помогут Черданцев Георгий и Генич Константин. Бавария против Шальки, дорогие друзья. Больше ста раз они играли друг с другом, ну и, понятное дело, огромное преимущество на стороне Баварии. Посмотрим, сможет ли Шальки немного изменить статистику в свою пользу. Бавария против Шальки, дорогие друзья. Эта команда привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Сопернику придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч прежде, чем безобидная перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Посмотрим на состав Шальки. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Альянс-арена находится километрах в десяти от Мюнхена. И когда ты ночью подъезжаешь к этой арене, она поражает воображение, потому что выглядит как инопланетный летающий объект. Да, и что любопытно, помимо Баварии на Альянс-арене играет еще одна мюнхенская команда, Мюнхен 1860. И, кстати, иногда там играет сборная. И вот когда играет Бавария, фасад подсвечен красным. Когда играет Мюнхен, он подсвечен голубым. А когда играет сборная, все белым. Шальки и Мюнхенская Бавария только что начали матч. Смотрим. Да, на таких играх совершенно особенная атмосфера и особенное настроение. Это один из самых важных матчей в году для обеих команд. И сегодня на... Есть адрес у этой передачи. Робин, будет гол! Вот как надо играть в защите. Сиаго Алькантера. А вот и атака Баварцев. Хорошо увидел партнера впереди. Робин. Алекс Кантер. Грисман на убойной позиции. Мать Анастасич. Даниэль Калиджури. Не удалось ему справиться и с мячом, и с защитником. Будет аут. Франк Рибери. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Евгений Коноплян. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Остановка игры. Соперник Шальке исполнен стандарт. Нашел Рибери вариант для паса. Может получиться интересно. Какой шанс у Алекса Хантера? Мяч покидает пределы поля. Угловой в пользу Баварии. Навешивает с углового. Играет голкипер на выходе. Прямо в руки мяч направили. Играет он головой. Сумел сохранить мяч у своей команды. Бавария пробьет штрафу. Жером Боттен. Не дает добраться до мяча соперник. Мать Анастасич. Штрафной в пользу Баварии. Бавария на половине соперника. Вот это передача от Гризмана пошла. Коведес. Леон Горецкий. Антуан Гризман. На ближнюю подать. Выбивает проторь мяч. Подальше из штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Гризман. Будет гол. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Антуан Гризман забивает гол. Очень ценный игрок для команды. Делает то, что умеет и то, что любит. Матч продолжается. Бавария только что повела в счете. Леон Горецкий. Такой шанс у Алекса Хантера. Голл. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Два мяча подряд. Практически без паузы забивает команда. Я бы сказал, что это не сигнал, а такой сигналь еще. Серьезный удар для соперника, конечно. И сейчас им главное не по вкусу. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Налда. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Мяч у защитника он сыграл надежно. Ариен Робин. Ариен Робину на разных этапах карьеры мешали травмы. Но сегодня он здоров и будет одним из главных действующих сетей. Не знаю другого игрока, столь уверенного в собственных силах. Два-три соперника перед ним не проблема. Все равно лезет в облог. Быть может потому и по ногам получает частенько. Евгений Коноплян. Шальки идет вперед по флангу. Не встречает их там никто. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Серьезный перевес одной из команд. После 45 минут игры 2-0. Футбол на Альянс-Арене. Едем дальше. Ариен Робин. Очень эгоистичный. Прошел пас. Кризман с мячом. Да, это был удар на удачу. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Отлично сыграно. Надо решать. Как тебе Алекс Хантер в первом тайме, Константин? О, здорово Робин сейчас сыграл. Кризман на убойной позиции. Гол. Гол Кризмана. Первый гол добавил ему уверенности. И он забивает второй. Оформляя таким образом дубль. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. На лбу. Это может быть опасно. Прекрасный пас на ход. И у форварда был неплохой шанс. Но галкипер на мяче оказался первым. Отличная игра вратаря. В ничем Алекс Хантер. Просто невероятный перехват. Неплохой был пас. Но соперник эту передачу прочитал. Пошли последние полчаса игры. А вот он. Нашел Рибери вариант для па. Вот это передача от Гризмана пошла. И это Алекс Хантер. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Замена у Баварии. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч по сути окончен. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Бавария переходит в атаку. Леон Горецко. Даниэль Калиджури. Шальки идет вперед по флангу. Не встречает их там никто. Неплохо в этом эпизоде сыграл Нойер. Но и мяч был несложный для вратаря такого класса. Робин на фланге. Есть куда двигаться дальше. Ох, здорово Робин сейчас сыграл. Тут его прижимают. Не дают пространства. Давид Алаба. Аут. Бавария будет бросать. Ничего серьезного. Все здоровы. Просто обычная замена. Себастьян Руди. Команда готовится подать к угловому. Подали мяч с углового. В центр штрафной. Алаба. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего и спасать сейчас свою команду голкипер. Да, действительно. Замечательно играет на выходе. Никлас Зюлит. Игрок пюнхенской Баварии будет вводить мяч из аута. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно входом игры. Роберт. Антуан Гризман. Он бьет. Какая реакция. Какой прыжок. Класс. Арбитр считает, что здесь было положение вне игры. И как мы видим, он абсолютно прав. Оборона сегодня играет очень слаженно. И не первый раз уже ловят в офсайную ловушку. Девять минут играть в основном времени этого матча. Леон Горецкий. Потеря мяча в центральной зоне в результате... И разрезающий пас на ход. Находит это передача. Адреса-то опасно может быть. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Макс Майер. И в счете в игре перевес большой. Ждем финальный свисток, чтобы это заплесело. Вот это передача от Гризмана пошла. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Макс Майер. Сапферник среагировал раньше, чем мяч добавил. Игра закончена. Не секрет, что многим болельщикам не нравятся некоторые наши комментаторские выражения. Вот многие не любят в словосочетании «базить соперника». Они его находят достаточно грубо. Но согласись, сегодня это выражение подходит очень точно. Но мы-то с тобой знаем, что это футбольный слэп. Вот если бы не эфир, я бы выразился еще раз. Нашел Рибери вариант для паса. Может получиться интересно. Какой шанс у Алекса Хантера! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Здравствуйте, друзья! Я Георгий Черданцев и, как всегда, рядом со мной коллега Константин Генич. Будем смотреть футбол. Футбол большой и футбол, не побоюсь этого слова, красивый. И самое главное, качество. Сегодня Вердер встречается с Мюнхенской Баварией. А вот этот игрок просто обладает феноменальной левой ногой. Мне кажется, левая нога Ариэна Робина вполне может сравниться с левой ногой не кого-нибудь, а Леонеля Месси. Я бы добавил сюда еще и Марадону, потому что... В общем, нет слов, нет слов в общем. Посмотрим на состав Вердера. Все внимание на фланге. Да, здесь два скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Игроки Баварии разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Пока неплохо. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Крузо. Фин Бартекс. Защита надежная играет мяч, отобран. Есть шанс развернуть контратаку. Антуан Гризман. Гризман может получить мяч. До нападающих. Без грубой вратарской ошибки мяч с такой дистанции в ворота не попадает. Ничего себе. И что же это такое было? Я на этот вопрос, Георгий, ответить не берусь. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Франк Риберей. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошо увидел партнера впереди. Классный пас. Какой шанс у Алекса Хантера. Открыть счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Ну, это прекрасно. Реализация что-то чувствует. Ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальна. Бавари выигрывает, что, в общем-то, не удивить. Отлично сыграно. Надо решать. Франк Риберей. И пас обратный. Скучновато. Не только принял хран... Вот это передача от Грязмана пошла. Ариен Робин. Он свечом и продолжает. Алекса Хантер. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Первый гол придал ему сил. И он забил второй. Так держать. Станем ли мы свидетелями хет-трика? У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Чет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Сладко Юнузович. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Хантер в атакующем рывке. Мяч покинул пределы поля. Макс Круза. Как же неудачно сыграно. Потеря мяча в непосредственной близости от своих ворот. Теперь надо отбиваться. И пробил. Абаста. Гол. Не стану я здесь винить вратарям. В отличие, кстати, от защиты. Вот с них спрос в этом моменте должен быть по полной. Как по нотам была разыграна атака. И неудивительно, что она привела к взятию ворот. Претензии к обороне вполне очевидны. В таких моментах нужно играть внимательно. Счет 2-1. Отличный рывок Алекса Хантера. Хороший пас на ход. Очень здорово он открылся. И получает эту передачу. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Великолепный мяч. И добавить тут нечего. Так, защите тут большие вопросы. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камерой. Тем временем у нас 3-1. Грисман. Алекс Хантер устремляется в атаку. Златко Юнузович. Крузо. Судья дает продолжить игру. Хотя в паузе возможно будет желтая карточка. Златко Юнузович. Защита справляется. Это может быть опасная атака. Есть адрес для передачи. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Тут защита справляется. Потеря мяча. Как здорово сыграно. Головой и так точно. Прочитал передачу Ариен Роберт. Игра остановлена штрафной. Сладко Юнузович. Нет, не дошел этот пас до адреса. Напрашивается на вес. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Нельзя мяч давать обрабатывать. Может быть опасно. Со счетом 3-1 завершается этот интересный первый тайм. Команда уже на поле. И второй тайм начался. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Бавария на половине соперника. Сладко Юнузович. Он с мячом. Прошел пас. Гризман с мячом. Хороший. И это удар. Удар. Сейв. Неудачно отбивает он мяч. Угловой разыгрывают футболисты Мюнхенской Баварии. Алекс Хантер сегодня очень здорово смотрится. Да, он сегодня очень здорово выглядит. Активен в атаке. И вот нам показывает график с его ударами. Здесь наглядно видно, как он сегодня здорово поработал. Удар. Сьяго. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Баварий идет вперед. Домас Дилейн. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Вот это передача от Гризмана пошла. Какой шанс у Алекса Хантера. И он забивает. Есть хитрик. Алекс Хантер забивает третий мяч. Сегодня он просто неудержим. По крайней мере, защитники так и не поняли, как его остановить. Если чудо не произойдет и кто-нибудь его сегодня не переплюнет, то перед нами, безусловно, герой встречи. Но чтобы его переплюнуть, надо забивать как минимум 4. Но вряд ли мы такое сегодня еще с вами увидим. Замену Баварии. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Но это уже совсем плохая передача. Но нужно собраться. Это может быть опасно. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мяч у Рибери на фланге. Есть свободная зона. Навес в сторону Антуана Гризмана. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Потеря мяча на своей половине поля всегда таит в себе опасность. Гризман может получить мяч. Робер. Будет угловой удар. Отправляется на скамейку игрок. И трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Навешивается угловой. Ковкипер отбивает мяч. Куда подальше. Франк Рибери. Отобран мяч. Надо возвращаться. Антер. Златко Юнузович. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Вряд ли можно в данной ситуации. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Вот это передача от Гризмана пошла. Хантер забивает гол. Что творит? Что творит? Держите его семеро. Да, сегодня он просто какой-то сумасшедший футбол показывает. Каждый раз удается освободиться от опеки и выскочить на ударную позицию. Тренер решил сделать замену. По реакции трибун понятно, что футболист, который покидает поле, им очень пришелся по душе сегодня. Сыграл он правда здорово. И его вклад в игру был действительно велик. На мой взгляд, это лучший игрок встречи. Златко Юнузович. Атака остановлена, но кто получит мяч? Много еще играть. Десять минут. Антуан Гризман. Златко Юнузович. Вот это передача от Гризмана пошла. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Вот так мяч оказывается в бородках. В результате не очень сильного, но главное точного удара. И в общем-то, что разбирать этот эпизод? Кто просел тактически каких-то огречий, все же не нужно. Здесь дело в том, что просто сдались парни откровенно, как мне кажется, развалилась команда. Да, с характером у нее явные проблемы. И вот так разваливаться по ходу встречи, конечно, эту команду не красит. Что-то на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была, по сути, всего одна команда. Как и ожидалось, особых проблем сегодня хозяева не испытали. Да, очень комфортная, я бы даже сказал, уютная игра для хозяев поля. Вот это да! Отлично сыграно! Вибери! Две минуты добавляю сюда. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мячах. И матч завершен. Константин, Алекс Хантер, как тебе его игра сегодня? Просто какой-то невероятный, фантастический матч он сегодня провел. Голевая машина, шикарная игра, тут больше нечего сказать. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны посмотреть, однозначно. Было, правда, такое ощущение, что поле показывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мы будем пушить себя сильнее сегодня с один-on-one-дрилл. Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!